Для получения тактического преимущества в условиях поединка часто применяются захваты за корпус, одежду, конечности или волосы. Для эффективного освобождения от этих захватов выполняют наклоны туловища, повороты таза, а при захвате рук вместе с туловищем разворот плеч в стороны. Захват за одежду может использоваться с целью последующего удара. Снижение эффективности удара достигается уходом с линии возможной атаки, поворотом корпуса и таза с одновременным блоком руками. Непременным условием для удачного проведения и контратакующего приема являются расслабляющие удары в уязвимые точки тела противника в начале движения головой в голову, коленом вниз живота, стопой в голень или колено. В силу своей болезнисти удары отвлекаются от нападения, увеличивают пространство между атакующим и атакуемым, необходимое для дальнейшего проведения защитного приема. Закреплять навыки защиты от захватов и обхватов лучше всего в соревновательных схватках по спортивному самбо. В этой борьбе поединок ведется при обоюдном захвате. При этом накоплен большой арсенал приемов и бросков, позволяющих освобождаться от сковывающих действий противника. Как говорят в самбо, борьба начинается с захвата и кончается с захватом. То есть для самбиста любой захват является естественной стадией поединка и накоплен огромный опыт и огромный арсенал приемов, которые выполняются практически при любом захвате. Мы видим захват на груди, узел руки с задней подножкой и узел руки, узел и выворачивание руки в плече и в локте. Правая рука обхватывает руку противника, поднимает предплечьем в районе локтевого сустава, одновременно проводится задняя подножка с упором свободной руки в горло. Рука выкручивается еще дальше, происходит выкручивание руки по часовой стрелке, противник испытывает сильное болевое ощущение и сдается. Проводится прием, болевой прием на локтевой сустав с упором стопы в бедро из положения стоя. Противник взял захват. Проводится удар в верхнюю часть бедра левой ногой. Правая нога обходит корпус противника. Рука зажимается между ног и проводится болевой прием на локтевой сустав. Это очень мощное и сильное движение, где сразу две руки и две ноги нападают на одну руку противника. И ему очень трудно сопротивляться в данном положении. Данному приему только может сопротивляться мастер одного класса. Важно после выполнения каждого броска делать добивающее движение. Плечо упирается в захват. Проводится расслабляющий удар вниз живота. Проводится воздействие на руку противника, переводящего его в кувырок. И добивающий удар в район сердца с одновременным ударом колена в район печени. Противник полностью здесь блокирован и зафиксирован. Захват сзади за плечо. Отбив руки с одновременным ударом ногой назад. Проводится удар плечом в предплечье. Захват отпускается и одновременно пятка бьет в солнечное сплетение противника. Противник сбивается с ног. Захват, подсечка и удар в солнечное сплетение. Подсечка, передняя, бросок. И добивающий удар в корпус. Одновременно колено наносит удар в район печени. Захват на груди соперником. Рука обхватывает и берет большой палец, проводит болевое воздействие. Одновременно свободная рука надавливает на локоть. В данном положении противник падает на грудь и проводит судобивающий удар в основании черепа. Противник от воздействия на кисть, на большой палец кисти. И болевое воздействие на сустав становится на колени. В данном положении наносится удар свободной рукой в челюсть или сбоку по шее. В данном положении, после захвата, правая рука бьет локтем в район локтя противника. Проводится скручивающее движение рукой и воздействие на локтевой сустав. Свободная левая рука упирается в район глазных впадин. Противник опрокидывается назад. Проводится добивающее воздействие ногой и рукой по корпусу. Рука сбивается от захвата ногой. Противник взял захват за пояс. Левая нога сбивает руку. Противник немножко оседает. В этом положении проводится удар вниз живота коленом. Противник нагибается. Голова берется в захват в районе подбородка и затылка. Производится скручивающее движение с выведением из равновесия. Противник падает на грудь. В этом положении проводится добивающий удар в основании черепа ногой. Захват сзади противником. Удары. Серия ударов ногами. Сейчас мы в рапиде видим то же действие. В замедленном действии. Противник берет захват. Проводится удар под коленную чашечку стопой ноги. Противник расслабляет захват. После чего руки прихватываются на плечах. Делается резкий рывок вперед. Руки выпрямляются. Производится болевое воздействие на локтевые суставы. Которые могут привести к перелому рук. Локтем проводится добивающий удар в район сердца. И следующий удар ногой вниз живота. Пяткой. Противник сбивается с ног. После выполнения действия сразу надо принять позу для последующей атаки. Сейчас мы видим захват противником сзади за плечо. Рука фиксируется. Правой рукой. Левая рука берет захват в районе плеча. Соперника делается резкий рывок вперед. Заставляя его делать несколько шагов вперед. И в темп движения проводится задняя подсечка под пятки. Противник падает спиной вниз. Проводится обязательно добивающий удар. Один из добивающих ударов. В данном случае пяткой в подмышечную впадину. Захват на спине. Фиксация руки. Воздействие на локтевой сустав. Левой рукой. Рука выпрямляется. Скручивается. Фиксируется. И проводится болевой прием на локтевой сустав. Против естественного сгиба. После захвата на груди, руки фиксируются, блокируются ответным захватом. И проводится прием, который называется передняя подножка. Нога левая ставится под левую ногу соперника. И проводится передняя подножка. Противник падает. После падения он должен обязательно контролироваться. В данном случае он контролируется захватом за левую руку. И выполнением болевого приема. Противник берет захват на груди. Рука фиксируется. Проводится удар свободной правой рукой в район локтевого сустава. Захват сбивается. Делается удар коленом вниз живота. Противник нагибается. И свободная рука бьет в район локтевого сустава. Противник от болевого воздействия падает вниз. Головой. Прием называется болевой прием на локтевой сустав. Прыжком. Противник берет захват. После ответного захвата прыжок вверх. Так, чтобы левая нога оказалась в районе шеи противника, а правая в районе живота. Масса тела увлекает противника за собой. Он делает кувырок вперед. Руки его зажаты между ног. И проводится болевой прием на локтевой сустав. Это очень сложный прием и требует высокого мастерства. Высокий прыжок вверх. Обхват бедрами рук соперника. Группировка. И падение. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин